Лора пока еще совсем молодая собака, но уже многодетная мать. 23 июня у нее родились сразу три щенка. Для хозяина событие долгожданное. Теперь он может смело назвать себя заводчиком чистокровной ненинской оленингонной лайки. А ведь любой ненец знает, в тундре без такой, как без рук. Он один заменяет трех пастухов заменяет. Потому что я когда в тундре кочевал, у людей было по три собаки, а у меня один пур. И он у меня один справлялся. И это на 4 тысячи голов. Владимир отмечает, оленевод без такой собаки не оленевод. Стоимость ее оценить сложно. Бывает, что в тундре щенка меняют на взрослого оленя. Поэтому лайк берегут. После дежурства желательно их привязывать, чтобы они отсыпались, отдыхали. Потому что они очень активные. А еще с веселым характером, терпеливой и с феноменальной способностью обучаться. Вывести единый стандарт было непросто. Оно и понятно. Только мастей около 10. Для этого обратились к кинологам. Те взяли генетические пробы у собак из разных стойбищ. И вот, наконец, результаты готовы. Всех их объединяет общая порода. Еще одним брендом узнаваемости территории Мала может стать нянецкая ленингона лайк. Привлекаемости туристов. Это очень замечательно. Дополнительные доходы для населения. Это дополнительные доходы в бюджеты различных уровней. Это вовлечение коренных в развитие туризма арктического. И не только арктического. Два щенка-мальчика поедут в стойбище в Ямальском и приуральском районах. А вот единственной девочке уготована ответственная роль. Представлять аборигенную породу в соседней области. Серне всего полтора месяца, но она уже отправляется в свое первое большое путешествие. Бужить она будет на стойбище северян под Тюменью в деревне Каштерла. А пока щенки растут, Владимир уже планирует будущее. На средства губернаторского гранта в Оксарке построят целый комплекс по разведению нянецких оленегонных лайк. Анастасия Альденбургская, Валентин Хатанзеев, Александр Хиля, Максимилиан Волков. Программа «Время. Ямала».